как хоккейзовы. Поэтому давайте всем спикерам, которые сегодня выступали, поаплодируем, потому что это достойно. Это очень-очень достойно. Ну давайте так, давайте по-честному. Кто немного уже реально кипит, чуть-чуть устал, честно, руку поднимите? Ну это логично, да? Три сумасшедших дня, ну как можно не кипеть? Кто-то уже явно засыпает, это заметно. И вот есть у нас знаменитые рекламовские хлопки. Вот, я честно говоря, вот никак не могу их понять. Вот все встают, кричат, а я что-то вот, ну как-то не заряжается, не знаю, может на сцене по-другому будет? Вот, поэтому давайте так, давайте мы сейчас все встанем. Кто не встанет, тот не вырастет. Вот, а теперь мы будем аплодировать так громко и кричать так громко, как мы хотим, чтобы мы росли. То есть наша скорость роста будет напрямую зависеть от того, как громко мы это будем делать. И кто громче всех это будет делать, тот вырастет быстрее всех. Договорились? А что делать-то надо, просто кричать? Ну что, поехали? Первый раз я это сделал, представляете? За все эти 10-11 месяцев. Да, 11 месяцев назад я еще не знал, что такое рефлей. Вот как-то, даже не слышал этого слова. Но вот, жизнь бывает так меняется. Начну немного с предыстории. Ну так, коротенько о себе. Да, родился я в этом маленьком городке. 40 тысяч населения. 20 лет назад я родился и начал расти. Родителей у меня особо звезд с неба не хватали. Я думаю, у многих такая ситуация есть, да? Вот, и поэтому сложно представлять какое-то великое будущее. Но у меня была мечта. С самого детства я мечтал, чтобы... Чтобы получить признание. Чтобы меня как-то заметили. Знаете, вот прям в детстве я уже представлял себе, как это происходит. Что меня знают, меня узнают, по телевизору показывают. Вот. Но как пятилетний ребенок, да, может... Ну, как он может добиться признания? О чем он может мечтать? Ну, разумеется, о спорте. Я просто других вариантов не знал. Хотя нет, можно еще актером быть, но у меня просто телевизоры не разрешали смотреть. Вот, поэтому, да, спорт это один вариант, где я увидел реализовать свою мечту и навизуализировал маленький, чтобы меня запихнули в биатлон. Родители сказали, надо идти, я пошел. И вот 10 лет я отдал эту виду спорта, но травмы, переломы и прочая хрень, и вот не получилось. А на самом деле ни травмы, ни переломы, все это, наверное, оправдание не получилось, потому что я был слаб на тот момент, и мне не хватило сил. Мне не хватило силы, духа, чтобы закончить это дело. Вот, и я все время говорил, что эта травма переломана. На самом деле, единственная причина, почему у человека что-то где-то не получается, это он сам. Вот это, я считаю, стоит записать, стоит запомнить, потому что очень часто я слышу, что где-то что-то из-за этого, из-за того, все это хрень. Единственный человек, который виноват в отсутствии результата, это мы сами. Вот, ну и подходит 11 класс, 15 лет я закончил 11 класс, 16, вот, и родители запихнули меня в технический вуз. В один из лучших технических вузов страны, говорят, вот надо. Я говорю, круто, поступил и начал учиться. Все, биатлон как-то ушел, как бы я не мечтал об этом, и начал играть с учебу. Все у меня было хорошо, у меня даже самый высокий средний балл по группе оказался. Вот, но где-то с третьим, на четвертый курс я вспомнил о мечте. И так задумался, а, собственно, а где она? Да, вот, а как, а куда она делается? Как, ну, кто-нибудь, давайте так, кто-нибудь видел известного физико-ядерщика? Такого человека, который получает признание, его показывают по телевизору. Не слышал. Как-то копиться. Ага, надо будет телевизор посмотреть, наверное. Нет, я никого не слышал, но если там есть один-два человека, то это явно люди-гении, которые добились, которые мозг настолько развит, что... Ну, в общем, знаете как, моя мечта уходила, как корабль, вот туда, за горизонтом. И вот, когда она уже почти полностью ушла, когда вот осталась верхушка, как называется? Мачта. Мачта, вот. И осталась мачта, я уже все, я уже совсем паник, и это был лето, переход с третьего на четвертый курс. И вдруг мне дается шанс. Мой друг, однокрупник, сидит тоже, кстати, здесь, аплодисменты этому человеку Андрею Гойко. Смог меня заинтересовать. Ну, он как-то немного начал меняться. Сначала внешний вид. Это нельзя было не заметить, я у него начал расспрашивать, что и как. Ну, и, по сути, вытащил из него презентацию. Это был его второй каталог. В первом он сделал 3 плюс 6. Я так понял, круто, 3 плюс 6, то есть ты сразу 9 сделал, такие вопросы ему задавал. Он особо не знал презентацию, но с его слов было так. Находишь 5 человек, они находят по 5, и твой доход около 40 тысяч в месяц. Получаешь чек в 1000 долларов, ну и вообще это круто. А в общем, я бы... Ну, у меня, конечно, возник вопрос, что же при этом делать. Он сказал, что нужно при этом разносить пакетики. Но не сказал, с чем. Я говорю, а с чем? С косметикой. Я говорю, с какой? Я говорю, Terry Flay. Хотя не знаю, вопрос какой абсолютно был личный, потому что я не знал ни одну косметику. Что и как. Вот. Ну, а нам пофигу. Давай. Это, ну, как бы хуже не будет. И начал расти, начал развиваться. Спасибо тебе большое, Андрей, за это. Если вы не ты, я не знаю. Ну, здесь бы я точно не стоял. Наверное, сейчас бы отходил после сессии. Вот. И с тех пор, с тех пор я начал строить свой бизнес. Я приехал в Москву. И параллельно заканчивая учебу, я закончил институт. Сейчас я вот, да, стою здесь. Поэтому мечта моя вернулась. Я знаю, что я добьюсь признание. Я знаю, я уже не то, что мечтаю, я знаю, что это будет. Но это как бы, знаете, неизбежно. То есть уже обречен. Вот. Ну, это короткая моя предыстория. Времени у нас не так много, да. Все уже потихоньку засыпают. Давайте так. Ближе к делу. Я вышел поделиться немного системой работы офлайн. Да, говорят то, что онлайн уже поглощает мир. Но, тем не менее, в офлайн, ну, как видите, можно делать какие-то результаты. Вот. И за эти 10-11 месяцев около 70 менеджеров у меня выросло. Вот. Это странно, да. Получается, у меня уже для лучшего спикера тоже 70 менеджеров выросло. Она старше золотой, а я директор. Что-то не так. Надо подумать, как это исправить. Вот. Но сегодня буду не я, основной спикер. Сегодня спикер будет вообще организацией СМК и, в частности, моя команда. Вот. И мы расскажем о системе работы. Она у нас что? Она представляет автомобиль. Это очень просто. Можно нарисовать себе машинку. Почему автомобиль? Состоит она из четырех сфер основных. Четыре колеса. Четыре колеса, четыре сферы. И двигатель. Самое важное, без чего автомобиль не поедет. И о каждой из этих сфер, о каждой из этих сфер расскажет отдельный спикер. Причем так мы поделили, что спикер к определенной сфере привязан не просто так, а что у него в этом есть какие-то его сильные стороны. И поэтому я не буду медлить. Здесь я сейчас представлю первого спикера. И знаете, этот человек первый. Так уж получилось, что он из всех, кто сейчас есть у него в организации, он самый первый. То есть он пришел раньше всех, кто вот сейчас у меня остался. С момента, как я открыл директора, это был 14-й каталог прошлого года, до сего момента осталось только двое человек. Он и еще один парень. Поэтому для меня он особенно важен, этот парень, который очень силен вообще, у него огромная сила воли. Знаете, человек вышел за первый каталог на 3-6-9 процентов и застрял. И сидел на нем 1, 2, 3, 4, 5, по-моему даже 6 каталогов. Но не ушел. Вот так не ушел. Многие ушли, большинство ушли. А в такой ситуации 95 процентов уходит. А он не ушел. Что сейчас? Он очень хотел квалифицироваться по первой волне, но так даже на 12 не вышел, на 9 остался висеть. Ну вот, что говорит визуализация? Второй шанс, он его использовал, это огромного стоит. Он использовал второй шанс, он получил путевку в Сочи, сейчас он уже индивидуальный предприниматель, менеджер 15 процентов, а уже, по сути, половина объема директора. И сейчас он расскажет вам про первую сферу, встречайте, менеджер 15 процентов, Александр Смирнов. Спасибо большое за такое представление моему любимому спонсору. Конечно, лучше сделать более высокий результат, и потом уже так, чтобы меня представляли. Я сейчас просто еще пока менеджер. Первая сфера нашей работы, она называется личный товарооборот. Наши сферы все везде кругов мы обычно рисуем и объясняем вновь пришедшим новичкам, что из себя эта сфера представляет. Как вы знаете, если человек что-то не делает, то он не знает или зачем, или второе – это как. И первые три пункта, которые вы видите наверху, они объясняют зачем. Зачем делать этот личный товарооборот, вообще зачем эта сфера нам нужна, и зачем мы ей занимаемся. Во-первых, мы объясняем про условия компании, что 150 личных баллов, они дают нам возможность участия в премьер-клубе, и также, если эти баллы не делать, то компания не будет выплачивать никакие деньги с уровня директора и выше, и так далее. И, соответственно, новички понимают, что это важное достаточно условие, оно не обязательно, но вот оно такое есть. Второй пункт, достаточно более серьезный, на мой взгляд, это научиться, чтобы научить. Наша основная сфера деятельности – это, естественно, организация товарооборота, и чтобы научиться организовывать товарооборот, нужно сначала научиться делать свой личный. Если сам не умеешь делать личные баллы, то как ты научишь других людей в своей команде делать то же самое? Такими словами, мы объясняем новичкам второй пункт. Третий пункт связан с дополнительным доходом. Конечно, возможно, скидки нам даются 20% и больше, и на этом можно тоже неплохие деньги заработать. Мы вообще работаем с молодежью, как вы знаете, и очень много людей есть, которые приходят, и у них вообще нет денег. И на карманы расходы. Были даже такие люди, которые сейчас уже директора с квалификацией старших золотых, они когда приходили, у них даже 150 рублей не было на регистрацию. Но дополнительный доход, он действительно важен для нас сейчас, для молодежи. Не все, кто приходит, у них есть деньги. И далее мы рисуем схему, чтобы объяснить, какие личные баллы вы сделаете, и что вы за это сможете получить. По нашей системе принято делать 550 плюс-минус 100 личных баллов. Почему такие большие цифры? Мы объясняем это так, что проще. 7500 баллов. Это обучить 15 человек сделать по 500 баллов, или обучить 50 человек сделать по 150. Легче работать все-таки с 15 людьми, и поэтому у нас такая система. При 450 личных баллов новичок имеет возможность иметь доход дополнительный, процент от выручки продаж 3-4 тысячи рублей. И у нас нет ограничений, можно делать 650 и больше. Есть у нас в команде нашей молодежной человек, который делает 3 тысячи баллов. Есть эксперт нашей системы по личным товарообороту, Евгений Аширалиев, он тоже делал 3-4 тысячи баллов. И он объясняет систему, в дальнейшем, как это делать. В принципе, в этом нет ничего сложного. Но минимальный у нас порог 450. Если его делать, я даже объясню, в чем плюс. В чем очень много плюсов именно вот этой цифры, минимальный 450. Далее, как делать? Ну, все понятно теперь, зачем мы делаем, что мы за это получаем. Теперь как? Личное потребление. Понятно, что надо просто быть, наверное, каким-то дураком, что ты сетевик косметической компании и не пользуешься ее продуктом. То есть с этим пунктом все понятно. Родственники и знакомые то же самое. В каждый каталог делать 450 баллов личным потреблением родственниками и знакомыми. Не у всех. Не у всех семей, не у всех людей, пришедших к нам в команду. Не у всех ребят есть такая вот у их семьи покупательская способность. И поэтому есть третий метод, который мы в основном все активно используем. И этот метод называется поле. Ну, что такое поле? Поле у нас это когда мы с новичком берем боговку, 25 каталогов. Далее у нас есть такое понятие как раздача. Что такое раздача? Раздача это когда мы в место, где проводит, получается, вновь пришедший новичок большую часть своего времени. Или это рядом с учебой, или это рядом с домом. Где ему удобно. Мы выбираем любой район в нашем огромном мегаполисе. И там делаем раздачу. 25 каталогов раздаем по нашей системе. Корректировка. Корректировка это когда мы каталоги собираем. Собираем и, соответственно, люди делают заказ. То есть мы раздали, на следующий день пошли, собрали эти каталоги. И это называется простым понятием переброса. Когда мы потом саново раздаем. Получается, 4 раза мы так делаем. И формируется база постоянных клиентов. Потому что если 4 раза проработать в какой-то район по всем организациям, там пройтись. Зайти в почту, продуктовый магазин, везде. Зайти предложить людям, которые там работают. Каталог. То в итоге за 4-5 дней спокойно сформируется база постоянных клиентов. 80-100 организаций. В дальнейшем мы выбираем сами, с какими клиентами работать. Не все клиенты, они такие прям, что будут делать заказ. Не всем продукция нравится. Кто-то взял каталог, просто полистать. И мы в дальнейшем оставляем только базу клиентов. Где-то 25-30 организаций. И потом тратим все меньше и меньше времени на эту сферу работы. 4 дня в каталог. Да, мы тратим на личный товаропород в среднем. Далее. Есть такое понятие, у нас как предзаказы. Это такой инструмент очень важный по работе с клиентами. Этот инструмент помогает делать новые результаты. С этим инструментом у нас все лидеры выходят обязательно на новое звание. Объясняю, в чем смысл предзаказов. Это когда мы делаем все необходимые баллы. Вот эти первый день каталога. Что для этого нужно? Нужно взять следующий каталог и проработать с ним до начала. Сейчас у нас идет 10-й каталог. Идет вторая неделя, заканчивается. И вот мы как раз на третьей неделе начинаем работать по предзаказам. Зачем? В итоге у нас потом 2 недели на работу с командой выходят. Потому что мы обрабатываем всю нашу клиентскую базу. За неделю до начала каталога. За неделю до начала. Что это дает? 2 недели на работу с командой. Потому что мы берем заказы, отвозим их во вторник, когда они приезжают нам на спортивную. И все. И потом со среды и до следующего, до начала следующей недели у нас все необходимое для того, чтобы заниматься бизнесом. Предзаказы в нашем бизнесе это 50% успеха. Это в действительности очень крутой и важный инструмент. И сейчас вы поймете именно, почему у нас такой средний балл 450 дает очень много. Потому что это 100% новый результат. С таким средним баллом выходит, что на каком бы статусе вы не были, если вы сделали предзаказы, у вас обязательно будет новый статус. Возьмем простую ситуацию. Человек один в команде. Он сделал предзаказы. Сделал 450 баллов. У него есть 2 недели на то, чтобы найти человека хотя бы одного и обучить. Сделать те же самые баллы. Как вы думаете, 2 недели хватит, чтобы найти хотя бы одного человека в команде? Ну, хватит, да? То есть человек, который был просто новичком, консультантом 0%, может быть 3%, он спокойно выходит и становится менеджером 9%. Если это человек, достаточно сильный лидер, мы с ним работаем на то, чтобы он нашел троих новичков и с ним успел сделать с каждым по 450. 450 хорошая цифра. Умножив на 2 получается 900, 9%. Умножив на 4 получается 12%. И менеджерские статусы в нашей команде делаются благодаря этому очень быстро. Если вы менеджер 12%, значит у вас в команде минимум 3-4 человека. Вы со всеми ними сделали предзаказы, и у вас первый день каталога, когда он только начался, уже у всех, вы это приложение открываете, и у вас там 1800 баллов. Как вы думаете, хватит 2 недель на то, чтобы сделать 1200 баллов на этих новых людей? Скорее всего, да. И в итоге, если работает система предзаказов грамотно и отслеживает, чтобы в первый день у всех были эти баллы, то обязательно будет новый результат. Какой бы вы статус не взяли, вы берете количество человек в команде, минимально на этот статус, умножаете на 450, и выходит, что, чтобы вы не делали, вы все равно сделаете новый результат к ведущей каталоге. Мы объясняем предзаказы так, что если вы сюда пришли, новичкам объясняем так, что если вы сюда пришли строить бизнес, то надо их делать. Если вы сюда пришли ходить с каталогами, то можете не делать предзаказы. Потом 2 недели вы будете ходить по клиентам, разносить заказы, у вас будет меньше времени проводить презентации, запуски, проводить обучение, присутствовать на вебинарах и так далее. Поэтому, используя эти два инструмента, поле предзаказов, мы максимально быстро разбираемся с личными баллами и личными баллами каждого из лидеров нашей команды, чтобы в дальнейшем работать уже на построении структуры, построении организаций и построении серьезного бизнеса. Спасибо. Сам он сделал в первый свой каталог 900 личных баллов, собственно так он и вышел на уровень менеджера. Кстати, тоже о многом говорит, он сделал эти 9% для того, чтобы его спонсор сделала 12. А в следующем каталоге он удержал 9% личными баллами, чтобы его спонсор сделал 15. Знаете, это о многом говорит. Забыл, кстати, сказать, как он пришел, как он появился. Тоже удивительно бывает. У нас не вертикальное построение, а у нас больше перпендикулярное. Классика. Да, классика. По старинке. Правда, я не знаю, как было в старинке. И он, получается, как? Я пригласил одногруппницу. Кстати, вот что значит, да, действует как профессионал. Вроде тебе человек неприятен, не хочешь его звать. Андрей понял, о ком я говорю, наша одногруппница любимая. Но я ее позвал, она пришла, потому что думал, что мне это очень важно. Сделал 3%. Говорит, пошло оно все. На хрен, больше не буду тебе помогать. Но успела позвать девочку. Девочка пришла, позвала девочку. Девочка позвала Александра. И все они в втором месте ушли. Хотя сделали уже 15%. Но ушли. А Александр остался. Видимо, визуализировал, чтобы у меня быть в первом уровне. Вот. Ну хорошо. Идем дальше. Следующий спикер. Он тоже такую краткую предысторию про него. Господи, вы бы видели, какой он пришел. Это просто. Я обязательно вставлю этот слайд, когда он сделает 22. Я сидел, проводил водный инструктаж. Как раз вот эта часть, основная водного инструктажа, где мы объясняем систему работы. И я думал так. Господи, я просто убиваю время. Ну это же ясно, что он уйдет сейчас. Вы знаете, он смотришь, человек думает, что уйдет. У него еще был такой... Он еще потом ходил в таком клетчатом пиджаке, такой весь восьмидесятых. В такой косичке сзади. Я как бы понимал, нет, нет. Вот. Но он сказал хрен, хрена там. Он пришел, он даже сам напросил, его даже никто не звал. Его девушку позвали, он говорит, что куда, я пойду с тобой. И пришел. И вот сейчас это менеджер 18%. За полгода он сделал 18%. За полгода. Я думал, из него вообще ничего не выйдет. Полгода. Вот. Сейчас он делал предприниматель, и ему не хватило. Вот это, да, самое обидное на самом деле. Очень хотел на Мэрскую конференцию, но перевыполнил план, перевыполнил по количеству суммарных курекутов. Перевыполнил максимальный статус. Не 15, а 18 сделал. Но в один каталог... Не сделал твой курекутов. Блин, кошмар. Как так? Но он решил так. Ну и на золотой тогда погоду. Правильно? Правильно. Припяти. Мэр, который 17%. Егор Казасов. Здравствуйте. Спасибо большое. Михаил смотрим ему спонсор. Чем я так показываю, объясняю все, как есть. Говорю, вот смотри, вот я зарегистрировался. Вот это. Ой. Такие возражения были. И вот я понимаю, что смотрю на Егора, и ему бы я точно поверил. Такие люди брать не умеют. Вот. Отлично. Давай переходим к следующей сфере нашей системы работы. И вот сейчас я приглашу человека, который... Вот я так вижу его, что это, знаете, самый добрый человек в общем мире. Я уже смотрю на него, и мне всегда улыбаться хочется. Вот он даже сейчас сидит и улыбается, и видите, я сам начинаю улыбаться. Вот не могу, и все. Пришел этот парень по рассылке ВКонтакте. Решил наплевать полностью на учебу, даже не закончил ее, и говорит, все. Только в бизнес. И сейчас это менеджер 15%. Поприветствуем Сергей Малативский. Такой высокий, что даже не припрыгнул, просто как ступенька. Всем добрый день. Ну, я расскажу о третьей сфере нашей системы работы. Называется она «Обучение и развитие». Вот. Делится она на две части. Первая часть называется «Программа постановки новосрочных целей». Ну, дело в том, что достаточно большое количество... Ближе к микрофон. Хорошо. Дело в том, что достаточно большое количество ребят, которые начинают развиваться в нашей молодежной организации, они иногда не до конца, а иногда вовсе вообще не понимают, зачем они это делают. И, соответственно, для чего эта программа нужна? Мы проводим ряд встреч. Вот. Индивидуальная встреча один, индивидуальная встреча два, ядро и так далее. Или еще ряд других встреч. Вот. И на этих встречах мы помогаем ребятам определиться с их целями, составить план по их достижению. Вот. Также мы объясняем человеку то, что постановка целей является одной из важнейших составляющих на пути к успеху. Причем к успеху в любой сфере жизни. Вот. Ну, просто у нас есть предварительное анкетирование, и там одна строчка есть. Ваша мечта-цель. То есть ребята заполняют вот такие вот анкетки, пишут свою мечту-цель. На своих презентациях я заметил, где-то процентов 60 ребят пишут, что их мечта-цель закончить вуз, найти работу. Закончить вуз, найти работу. Просто очень классная амбиция у ребят. И как раз на этой программе мы им объясняем. Вот. Что происходит дальше? Ну, во-первых, на одной из встреч мы помогаем выяснить человеку, поможет ли сотрудничество с компанией Reframe и ему это достижение его цели. Потому что если оно не поможет, то заниматься им не стоит. Нужно заниматься теми вещами, которые приводят деньги их цели. А, соответственно, если человеку помогает Reframe, то по происшествию этой вот программы человек превращается из активного, ключевого партнера. Вот. Это была первая часть. Вторая часть называется обучение и развитие. Ну, сейчас я расскажу вам ряд высказаний, наверняка вы уже и слышали. Первое, это формальное образование помогает нам выжить. А самообразование делает нас богатыми. Ну, второе высказание, то, что чтобы стать миллионером, нужно научиться думать, как миллионер. И достаточно много существует таких высказаний, еще все не буду перечислять. Перейдем к делу. Думаю, способ понять, как у нас происходит самообразование. Мы читаем книги, слушаем аудиокурсы, аудиокниги, смотрим видео, посещаем тренинги, семинары, которые проводят наши директора. Какие темы? Тема личностного развития, MLM, тайм-менеджмент, финансовая грамотность, ну и прочие другие бизнес-темы. Вот. Также немаловажную роль в нашей системе работы в качестве самообразования является группа ВКонтакте. То есть, вся уже описанная информация, которую я вам сказал, про книги, про видео, про тренинги, она, как правило, в этой группе ВКонтакте выкладывается. И самое главное в качестве самообразования это, конечно же, спонсор. Потому что спонсор настанет. Это человек, который, скорее всего, уже наступал на те грабли, на которые новичок только подумывает наступить. Вот. Поэтому со спонсором стоит всегда общаться и по любым возникающим вопросам, любые возникающие вопросы можно обсуждать со спонсором, в основном нашего бизнеса. Вот. Теперь поговорим о регулярности здравообразования. Да, регулярности. Мастер постоянно-постоянен. То есть, обучение, развитие должно происходить постоянно. Например, человек может взять и раз в неделю прочитать 100 страниц в книге. Потом в свою неделю ничего не делает. Это, конечно, классно, но гораздо лучше будет, если человек на протяжении этой недели каждый день будет читать по 20 страниц. Выходит больше и к тому же для этого постоянства оно намного лучше. То есть, больше информации усваивается. И в связи с этим у нас есть такая методика от наших лучше стоящих спонсоров называется «На 15-полтора-пятнадцать». В чем суть? Первое 15 минут это 15 минут утром перед выходом о своим делам. То есть, за завтраком, как правило, многие ребята в нашей организации смотрят фрагмент какого-нибудь видео. 15 минут. Второе полтора это получается полтора часа пока человек в дороге. То есть, пока человек идет из точки А в точку Б, он, в принципе, может слушать видеокурс наушники. Когда человек едет в транспорте, он может читать книгу. И последнее 15 это 15 минут вечным за ужином или перед сном. Итого получается, что 2 часа в день уходит у человека на саморазвитие. Теперь представьте, если человек на протяжении года будет тратить 2 часа в день. Человек просто поменяется до неузнаваемости. Далеко идти не будем. Возьмем элементарный мой пример. То есть, когда я приходил, мне, честно говоря, было трудно с языком. Время сейчас, а не то, что вы стоите на сцене что-то рассказываете. Вот. Ну, сейчас результат элементарный. Вот. Да, теперь хотел бы поговорить о том, зачем мы вообще обучаемся и развиваемся. Одним из ваших спонсоров было дано такое определение, как информационная мастурбация. Сейчас, чтобы далеко от текста не отходить, я вам его засчитаю. Какое интересное становится. Итак, информационная мастурбация. Это когда ты в применении знаний заменяешь получение все новой и новой информации. В результате процесс получения информации для развития заменяет само развитие. Ты становишься все более осведомленным, но все менее интеллектуальным. Когда это продолжается из года в год, то способствует росту самомнения. Ты становишься все более информированным и все более пустым. Информация без трансформации в знания в навык, без трансформации в знания в навык, Это яд, уничтожающий дух. Таким образом, все... Что мне радует в том, что наше самовыразование, потому что до СНК, до РФ, я, честно скажу, не любил читать книжки. Не любил читать по одной простой причине, потому что там не было практических навыков. Здесь они есть. То есть все, что мы читаем, необходимо использовать. И использовать как можно быстрее. Ну это все. Если есть один-два вопроса, я готов ответить. Если нет. Спасибо, Сергей. Самый добрый в мире. Одна вот, кстати, да, вот я по поводу доброты. Я, как в итоге понял, я на разных мероприятиях все больше и больше начал появляться. И увидел, что все эти бриллиантовые директора, все эти исполнители директора, старшие золотые, это все обычные... Итак, необычные. Обычные это... Это кто? Обычные работники по найму. Простые. Все, я считаю так, все лидеры, которые развиваются в сетевом бизнесе, это уже непростые люди. Это люди, которые решили идти против течения. Как-то отделиться от стада и не быть как все. Это уже многого заслуживает уважения. Ну, давайте аплодисменты нам. Еще вот немного проснемся. Мы лидеры, мы лучшие. Мы отъявились от всех. И мы пошли, начали пить свое имя, когда в нас уже никто не верил. Ни родители, ни близкие. Всем было абсолютно плевать. Из моих друзей, которых я считал друзьями, не осталось, по сути, никого, кроме Андрея, который остался в этом бизнесе. То есть, опять же, мой спонсор, он же мой друг. А так, получается, все люди остальные, они просто начихали, наплевали. А когда был результат, появлялся результат, они просто гордыня их убил. И они не смогли признать, что они были неправы. Поэтому, да, неправильно я выразился. Не простые, а скорее добрые. Добрые, честные, справедливые люди. И вот, когда я это понял, я понял, что да, это благородная цель быть топ-лидером компании. Но мы идем дальше. У нас четвертая сфера, четверто-последнее колесо. И сейчас выйдет парень, такой, один из самых жестких вообще лидеров. Но, тем не менее, это не убирает того, что он лидер. Лидер большой быпы, который может организовать большое количество людей, который может вовремя взять все под свой контроль. И давайте встретим и поаплодируем ему менеджер 12% Тимур Хатмулин. Если брать стену регистрации, то если Александр Семенов, это моя самая ранняя, да, из тех, кто остался, то это самое позднее. Причем я так случайно про него вспомнил, но он здесь, и я ему за это благодарен. Давай, тебе слово, жди. Еще раз аплодисменты. Спасибо, всем привет. Как она работает? Последнее колесо нашей сферы, это система нашей работы, это делегирование. Ну, что такое делегирование, я думаю, все его знаете. Это передача своих прав, полномочий, навыков другим людям. И наша задача в нашем бизнесе, когда к нам приходят новички, ну, наши рекруты, люди, которые приходят в команду, наша задача как можно быстрее обучить их, проводить все эти встречи и делать все то, что мы уже сами умеем. Потому что бизнес, это когда не мы сами проводим встречи для всех людей в нашей команде, а когда уже наши люди, наши ключевые партнеры, лидеры в первом уровне проводят это все сами, автономно. Как происходит это у нас? Допустим, пришел вот новичок, нам в первый уровень. Мы проводим ему презентацию, потом проводим ему встречу водного инструктажа, на котором рассказываем систему работы, принципы работы в нашей команде и так далее. И систему, ну, все сферы работы, как мы вам сейчас рассказываем, так мы рассказываем каждый раз новичкам. Вот. И проводим встречу формирования команды. Это та встреча, на которой мы начинаем работать со списком теплых контактов, со списком знакомых. Учим человека вообще приглашать людей. И, ну, начинаем с друзей, потому что так быстрее. Дальше, когда к этому новичку, он приходит, он слушает наши встречи, все слушает, обучается, записывает. Потом, возможно, записывает нас на диктофон, учит дома, отрабатывает, рассказывает нам. Когда приходит к нему новичок в первый уровень, то есть к нам во второй, мы рассказываем эти встречи еще раз. Этому человеку, а новичок из нашего первого уровня просто едет, слушает, записывает, ну, и обучается еще раз. Ну, записывает себе на подкорку, лично нас не бывает. Потом еще раз учит, отрабатывает, рассказывает нам, мы даем ему обратную связь. И после этого, когда уже к его человеку приходит человек, он начинает рассказывать эту встречу сам, без нас. Как мы присутствуем, просто смотрим и даем обратную связь, чтобы у него все хорошо получилось. И в этот момент уже спонсор решает, будет ли этот человек проводить дальше встречи самостоятельно, или с ним еще нужно поработать. И если в этот момент все проходит идеально, гладко, все хорошо, и мы понимаем, что этот человек реально может сделать все сам, то мы, как бы, про это, можно сказать, забываем, и знаем, что у нас есть ключевой лидер, который может сам все встречи проводить самостоятельно, кроме этого, еще может и обучать остальных людей. И тогда это уже начинается бизнес. Когда таких людей в твоей команде становится 5-6 человек, тогда ты уже можешь не беспокоиться об этом вообще. Это, в принципе, задача. Задача нашего бизнеса, всех людей в твоей команде сделать автономными лидерами, настоящими лидерами, которые могут все делать сами. Рекрутировать, проводить встречи и так далее. На самом деле, это у нас самая короткая сфера, про нее можно меньше всего сказать. Так что я закончу. Главное качество. Вообще, ребята, на самом деле, вот это, я думаю, достойный аплодисментов. Они в первый раз на такую аудиторию. Перед ними сидят тот пиде, и я думаю, что это достойный аплодисментов. Потому что они выступали максимум перед уровнем старшего золотого, а здесь сидят такие люди, что как бы... Вы видели, как Сергей покраснел? Это круто было, да? Ну, хорошо, идем дальше. И про... Ну, дальше идет двигатель, да? Про что я говорил? Двигатель нашей системы. И вот это уже не просто для меня ключевой партнер. Для меня это член семьи, на самом деле. И это человек, который... Ну, как бывает, человек начинает и ищет какие-то причины, да? Отмазки. Говорит, у меня, например, там на дачу нужно. Ну, родители забирают. Говорит, а меня... Мне нужно дома посидеть там с сестрой. А мне нужно то. А мне нужно сё. А у меня геморрой. А у меня... Ну, и так далее. Ну, вот этот человек начал строить бизнес, находясь... Ну, будучи в том состоянии, что у него ребенок есть. И да, вот много лидеров сегодня, спикеров тоже выступало, у которых есть дети. Я вообще... Этих девушек, женщин... Это просто нереально. Я очень уважаю таких людей. И сейчас... И мне гордость берет, что у меня такой же человек есть в организации. Давайте поприветствуем. Продвигатель нашей системы расскажет. Менеджер 18% Мадина Сыпылаева. Добрый, добрый, добрый! Всем здравствуйте. На самом деле, пока начну рассказывать про нашу систему, вернее, продолжу рассказывать про нашу систему работы, хочу поблагодарить от всей души всех организаторов, которые организовали такую удивительную встречу, всех спикеров, которые делятся реально вот всей информацией, и не жалеть в группу. Все по-честному говорят, как есть, как они работают, делятся с нами. И, конечно, всех вас, потому что это классное окружение. Я думаю, вообще, все супер. Я думаю, что я до такой степени, наверное, рада, что у меня пропал голос. И все у меня спрашивают, что ты так сильно я вчера кричала, когда танцевала, или что-то в этом роде. Я говорю, нет, я просто расспрашивала всех топ-лидеров, как они работают, я со всеми семинаривалась, пыталась перекричать музыку, и поэтому пропал голос. Так что извините, если что, буду пытаться как можно громче говорить. Так вот, двигатель. Двигатель нашей системы работы. Вы уже знаете, 4 колеса и двигатель. Но без двигателя, естественно, тоже автомобиль не поедет. Поэтому двигатель является воскресенье. Так, и обычно что? У нас молодежная команда. Естественно, все, кто-то учится, да? Большинство ребят учатся, большинство ребят где-то работают, совмещают, получается, с работой еще. Кто-то среди недели, так получается, что кто-то на занятиях, кто-то проводит, может быть, встречи в офисе вечером, кто-то делает личный товарооборот, кто-то обучает своих новичков делать этот личный товарооборот. Вот, и так получается, что мы, в принципе, можем в офисе не встречаться каждый день. Вот, потому что каждый, как я уже сказала, занимается своими делами, ну и мы не видим тебя. Вот, и поэтому у нас есть такое именно, так, такая сфера. Я здесь нет, да? Вот, как двигатель. И расскажу то, что у нас есть такое расписание, да? Это воскресенье, как я уже сказала. Есть такое определенное расписание. На самом деле, в первую очередь, это у нас отчет. Называем мы как бы отчет. Он у нас идет два часа. Вот, и у каждого директора, он свой. Директорская команда, у каждой директорской команды свой отчет. Вот. Так, нет, не то. Так примерно он выглядит. Вот, да. Что происходит на этом отчете? Мы, менеджеры обычной религии, это, да, с 5% они выступают на различные темы. Первая цель, как бы, этих выступлений, то, что они, естественно, сидят новички, и они делятся своими, ну, информацией, да, системой работы, там, я не знаю, ну, различной информации, по поводу лидерства, выбирают какую-то тему и выступают на эту тему. Вот. Второй, вторая цель этих выступлений, это мы очень сильно, как бы, сильно, ну, мы ставим, да, на то, чтобы обучаться ораторскому мастерству, потому что это, как бы, немаловажно, да, выступать на публике, уверенно говорить. Вот. И мы этому тоже выделяем очень такое, вот, особое внимание. Вот. Также у нас на этих отчетах бывают различные информационные, ну, ролики, да, там, мотивирующие. Вот. Также у нас бывают рейтинги, рейтинги по предзаказам, когда мы поощряем наших лидеров, которые, ну, вам рассказывали, да, про ЛТО, про личный товарооборот, вернее, и про нашу систему предзаказов. Вот. И мы поощряем этих лидеров, которые хорошо поработали, сделали хорошие предзаказы. Вот. Мы им дарим подарки. Обычно эти подарки связаны с бизнесом. Вот. Также у нас есть рейтинг по формированию команды. Это когда, ну, наибольшее количество, новых людей появилось, вот, в команде. Так. Следующее. У нас бывает инфоблог, где мы рассказываем о наших мероприятиях. Каких-либо. Так. Да, следующее. Следующее. Это обычно бывает с 12 до 2 отчетов. С 2 до 4 у нас собрание команд. Это когда каждый лидер собирается со своей командой за таким столиком. Вот. И вместе составляют планы. В первую очередь мы ставим цели обычно на каталог. Дальше мы ставим цели на неделю. Дальше расписываем каждый день, чтобы, например, мы расписываем все эти действия, которые нужно сделать на этой неделе. Все эти встречи, там еще личный товароборот и так далее, и так далее. Чтобы человек мог достигнуть вот этой цели, да, в конце этого каталога. Еще стоит какое-то время, мы обедаем, общаемся, получаем знакомство между собой, когда проявляются какие-то новички, ну и так далее. Следующее, что у нас, это базовый тренинг. Про это уже говорили немножко на сфере вот обучения и развития, да. Это у нас, наши вышестоящие спонсоры создали такой базовый тренинг, который именно развивает нас личностно. Он абсолютно, там нет ничего про продукцию. Вот. Мы только говорим о качествах лидера, какими качествами должен он обладать, финансово, грамотно и так далее. Об этом тоже уже говорили. Вот. И это тоже очень важная часть наших мероприятий. Да. Вообще, на самом деле, базовый тренинг, он для всех. Нет, он не квалификационный, туда, как бы, могут приходить все. Даже иногда с ней другие структуры бывают, люди, что приходят, как бы, и слушают. Не так, что он прям закрыт, в закрытом доступе. Вот. Но, просто у нас так много людей в организации в последнее время, что многие не вмещаются даже. Вот. Так. Следующее. После базового тренинга. Да. Мы, у нас, как ребята, парни, они продвигают свой такой бренд, тоже футбола. Вот. И они играют в футбол. Обычно после базовых тренингов все собираются, переодеваются, и играют в футбол. Девчонки у нас занимаются велнес-клубом. Вот. У нас есть такая, тоже такой бренд для девчонок, велнес-клуб, где мы занимаемся спортом. Можем, я не знаю, то, в принципе, можно организовать все, что угодно. Каждая девчонка может принять в этом участие, продвинуть какую-то свою идею. Вот. И, да. И, как бы, мы открыты этому. Также есть еще какой-то волейбольный у нас клуб. Тоже кто хочет, может принять участие, играть в волейбол. Вот. И так далее. Так что получается, что мы с самого начала наших новичков, вернее, в наших новичках принимаем правильное отношение к воскресным мероприятиям. Вот. И это немаловажно. Потому что эти воскресные мероприятия, они дают очень много. Они дают крутое окружение, да. То, что нас окружают классные, телеустремленные ребята. Есть вот эта признанность, да. Есть также спортом мы еще занимаемся. Это такой длинный, такой насыщенный день. То, что столько всего человек получает. Кроме того, еще появляется видение большой организации. Если он новичок, например, он пришел и он видит, что мы большая молодежная организация. И это круто. Он просто вдохновлен этим. И он понимает, что у него гордость появляется за то, что он в этой организации. И еще приходит такое понимание, что молодежи это тоже нужно. То, что мы растем, развиваемся и всем это нужно. И это очень круто. Вот. Так что в этот день у нас получается, что развивается все вместе. И тело, и душа, и мозг. Вот. Вот так вот. Все. Вот. Спасибо большое, Мадина. Да, только. Ну, как, я не знаю. Вот эта фотография, на самом деле, не совсем с отчета. У нас, как получается, три недели в каталог, две недели это отчет, а одна неделя, третья, соответственно. Это поздравительный отчет, поздравительное мероприятие. Вот это одно из таких мероприятий. Кстати, это даже, по-моему, марафон успеха. Да-да. Кстати, кто-нибудь себя там нашел? Да, я свою музыку даю. Вот. Вот это даже, я, по-моему, выступал, когда я, ну, открыл директора, да, и вы, по-моему, мне даже руку пожали. И я тогда даже не знал еще, кто вы, а потом мне сказали. Вот. Отлично. Идем дальше. Очень важная система. У нас буквально осталось 10 минут на все про все. Поэтому следующий спикер, я его представлю, знаете как, человек, который, вот бываешь, смотришь на него и понимаешь, что вроде вот свой. Вот как ни крути, должен быть со мной. Вот я так на свой телефон очень часто смотрю, он у меня уже три года, я смотрю и понимаю, вот это мое, без него не могу, на машине свою еду, понимаю, блин, вот она моя, вот никак без нее. Но есть гораздо важнее, да, не то, что вот вещи, а есть люди, которые понимают, что вот они как-то, ну, как-то вот душа прям лежит к ним и очень близкий для меня человек, менеджер 12%. Евгений Разумеев, поприветствуем его, парень, первый раз выступает на такой аудитории. Какой опыт. Спасибо большое, Михаил. Очень классно меня представил, я прям, я не знаю, я бы сейчас заплакал, но в другой раз. Так, как-то шайтан машинка работает. Ты лидер, ты должен разобраться. Не вопрос, разберусь. Итак, у нас есть, вам уже рассказали про четыре колеса, вам рассказали про двигатель. И сейчас я вам расскажу по последней, по порядку, но не по значению части нашей системы, я вам расскажу о мероприятиях. Если с вами у нас автомобиль, то мероприятие – это топливо. Вот. Сейчас, секундочку. Важно понимать, что MLM – это не бизнес каталогов, это не бизнес продаж. MLM – это бизнес мероприятий, это шоу-бизнес. В нашей организации вообще принято считать, что ключевой партнер, который развивается во всех предыдущих сферах, но не ходит на мероприятия, он будет расти либо очень медленно, либо вообще не будет расти. Ну, вот так вот получается. Важно понимать, что мероприятия бывают квалификационные и неквалификационные. То есть, квалификационные – это те мероприятия, на которые можно попасть только с определенного статуса. А неквалификационные – это те, на которые можно попасть абсолютно любой желающий. В принципе, даже если он не зарегистрирован, он тоже может на них попасть. Вот. И ко вторым относятся такие мероприятия, как… Картинг, боулинг, походы в рестораны, в кафе. Также у нас есть мероприятия, такие как «Ночь со спонсором». Самый крайний слайд. Тут ничего такого не приличного. Это просто, когда мы собираемся у спонсора, играем в денежный поток, отдыхаем, а некоторые ключевые партнеры могут обсудить интересующие его вопросы тет-а-тет со своим спонсором, директором и так далее. Далее. Еще у нас есть экстремальные субботы. Это когда мы отправляемся на майские испытания, на которых мы ходим голыми ногами по стеклам. Также мы ходим на роуп-джампинг, также у нас есть парашюты. На таких мероприятиях мы нереально прокачиваемся. Мы вообще… Вот у людей есть определенные страхи. Там боязнь высоты, боязнь, я не знаю, обида крови, боязнь клиентов, боязнь приглашать знакомых. Есть еще такая боязнь, я не знаю, как ее описать, но, в общем, это когда человек берет зеленый пакетик и кладет его в черный пакетик и идет дальше. То есть, вот здесь такая боязнь. Вот после таких мероприятий человек просто прыгает, он перебарывает свои страхи, перебарывает все свои боязни и после этого ему уже вообще все по плечу. То есть, клиенты, каталоги… Да что это такое? Я вон 40 метров прыгал. Что еще важно понимать? Так. Это я вам рассказал о неквалификационных мероприятиях. Теперь я вам расскажу о квалификационных. Почему квалификационные мероприятия помогают России и нашей команде? На это есть две причины. Во-первых, лидерам для того, чтобы на них попасть, нужно достичь определенного статуса. И они к этому стремятся и они выходят на новые уровни. Потом, когда они выходят на эти новые уровни, попадают на такие мероприятия, тут срабатывает эффект банки соленых огурцов. Ну, я думаю, скорее всего, вы это знаете, но на всякий случай еще раз поясню. Вот если обычный огурец положить в банку с солеными огурцами, что с ним произойдет через какое-то время? Засолится, конечно. И то же самое, начинающий лидер, начинающий менеджер попадает в окружение к таким же крутым, прокачанным лидерам, и он автоматически через какое-то время становится сам таким же. И вот уже, начиная с 6% наши лидеры могут попасть на такое мероприятие, как обучение менеджера. То есть человек до 6% приходит, посещает мероприятие, там уже рассказывается о менеджерских функциях, и человек уже, в принципе, после него уже потенциально готовый менеджер. С уровня 12% у нас есть такие мероприятия, как менеджерские выезды. Это выезды в другие города, на которых проходят тоже тренинги, мероприятия. Вот, например, на фото последний наш менеджерский выезд в Ярославль. Я просто, я был в шоке после такого мероприятия. Там был такой объем знаний, который в ближайшее время поможет мне открыться. Я со сцены заявляю, что до конца этого года я открою квалификацию директора. Благодаря тебе, что я получил. Так же, начиная с уровня 12%, менеджеры получают право попадать на собрание менеджеров и директоров. Вот, кстати, фото. Они проходят у нас, как правило, в ресторанах. Это, кстати, неплохая тренировка, когда человек до этого привык питаться там макдональд или шаурмичный. А тут он попадает в ресторан. Тут же, опять же, у него разрыв шаблона, у него расширяются рамки. И, начиная с 13% на таких вот собраниях менеджеров и директоров, он уже влияет, принимает решения, которые влияют на судьбу нашей команды и СМК в целом. Что еще хотелось бы сказать? Также у нас есть, уже не в команде, уже в Reflame, есть такие мероприятия, как большая встреча Reflame, банкет директоров, мегафорум, конечно же, выездная встреча предпринимателей. Это мероприятия, которые тоже очень сильно прокачивают, потому что здесь такое окружение, здесь топ-лидеры, здесь, опять же, огромное расширение рамок. Здесь вот такой уровень жизни, который обычный человек, ну, не может себе позволить. В заключение хотелось бы сказать такую вещь. Мы с самого первого дня прививаем новичку правильное отношение к мероприятиям. И после этого у него в голове закладывается такая установка. Я хожу на все мероприятия, на которые входят мои спонсоры. А также я отправляюсь на те мероприятия, куда они советуют мне идти. Ну, просто у нас есть такое мероприятие, как стартовый тренинг. Он нужен исключительно для новичков. И, ну, если директор на него не идет, но говорит идти, то, само собой, надо идти. Так, и в результате этого получается довольно простая формула. У новичка в голове. Я иду на мероприятия, значит, я расту. В принципе, так и получается. Так вырос мой спонсор Михаил Минаев. Он ходил абсолютно на все мероприятия и открыл квалификацию директора за 80 дней. Спасибо большое. Спасибо, Евгений. Давай, теперь сам открывай. На золотую месть. Поехали. Кстати, интересно, забавно это выглядит. Вроде как адекватно сидишь и понимаешь, что нету смысла тыкать в экран. Это ведь проект, да? Но каждый раз все все равно. То ли от волнения, то ли чего. Так, кстати, можно выключить. Ну, хорошо. У нас остался последний спикер. Он последний спикер. Но далеко не последний человек для меня. Я бы сказал так, это самый близкий человек для меня. Это, наверное, единственный человек в мире, перед которым я бы смог встать на колено. Я думаю, все догадались, о ком идет речь. Да, встречайте. Самое яркое солнышко нашей организации. Старший менеджер Марьям Сайпулаева. Пока что Сайпулаева. Спасибо большое. Спасибо большое за представление. Так, про нашу систему работы я не буду говорить, так как уже наши лидеры организации... Скажи правду. Ты знала? Нет, я не знала. Конечно, не знала. Как, откуда? Нет, я не знала. Это было неожиданно. Вот. Там все видно по лицу. Ну, конечно, странно было, что мы должны были выступать, потому что... Ну, странно все-таки. Ну, все-таки не догадалась. Да. Нашу систему работы уже все рассказали. Я буду заключать наше выступление. Да, как вы, наверное, заметили, как несколько раз говорили, наша система, она как автомобиль. Но самое главное, это то, что мы в этом автомобиле все вместе. Мы ездим все вместе в этом автомобиле. Получается... Ну, я имею в виду нашу организацию. Это система работы, все эти мероприятия. Они настолько сплотили нашу организацию, мы стали как одна большая семья. Так как... Ну, мы, в принципе, все делаем вместе. И самые яркие такие события нашей жизни мы проводим вместе. Ну, как Евгений только что рассказывал. Это похождения ресторана, посетилки дома, экстремальные всякие виды прыжки, башни или с чего-то еще, с парашютами и так далее. Все это мы делаем вместе. В принципе, и самое главное, да, устроим бизнес вместе. И мы идем все вместе к одной цели. И, ну, в принципе, нет людей, которые могут быть прижим, кроме семьи, конечно. И у нас тут намечается одно мероприятие с Михаилом. Да, на букву S. Уже в этом году. Есть, конечно, список приглашенных людей. И если оттуда убрать всех родственников, то все эти приглашенные люди из Али Флэйк, из нашей организации. Вот. И на заключение хочу попросить организацию как раз-таки выйти на сцену. Давайте, давайте под аплодисменты давайте еще раз. Всех, кто следует. Не только те, которые вы следовали, а все, кто от организации. Аплодисменты. Я сейчас победил, что скорость роста бесконечна, потому что в прошлом году на встрече с предпринимателем, получается, никого не было из нашей организации. А в этом году 12. Получается, бесконечность раз больше в любом случае. Я рад, что вы все есть у меня. И я рад, что у меня есть такое окружение. А еще я попрошу выйти теперь всю организацию СМК, потому что тоже очень близкие нам люди. Это тоже часть нашей семьи. Тоже под аплодисменты. Вся СМК. Наверное, можно сделать фото. Тоже под аплодисменты.